Здравствуйте! Приветствую вас на канале Рукоделия, Рукоделеон. Сегодня мы с вами будем делать детский мобиль из фетра, который можно в последующем вешать над кроваткой, чтобы ребенку было весело и интересно. Для работы нам понадобится основа мобиля. Я сделала ее самостоятельно, склеив две китайские палочки между собой. Также нам понадобится фетр, нитки разноцветные и несколько черных бусинок. В качестве цветовой гаммы сегодняшнего мобиля я взяла такие оттенки сиреневого, розового цветов. И также я вырезала уже детали, с которыми хочу работать. Сейчас я вам все покажу. Значит, на сегодняшнем мобиле будут висеть слоники и воздушные шары. Слонов, воздушные шары я рисовала самостоятельно сначала на бумаге, а затем вырезала из фетра. И в итоге у нас должна получиться вот такая картина. Два слоника с такими большими ушами и два таких вот воздушных шарика с сумочками. Также между ними будут висеть звездочки. И все это в итоге должно стать красивой композицией. Начнем работу. После того, как вы также вырежете все необходимые вам детали, их нужно сшивать между собой. У меня ситуация была такая, что в наборе фетра, который я купила, некоторые листы фетра были толстыми, некоторые тонкие. Поэтому этот слон у меня вырезан из одного толстого слоя фетра, а этот слоник из двух тонких. Поэтому этот слоник уже цельный, с ним ничего не нужно делать, а вот этот его нужно сшить. Чем я сейчас и буду заниматься. Слоник сшит. Теперь этому слонику нужно пришить ушки. Пришивать я буду уши одновременно с двух сторон. С этой стороны эти два. Со второй стороны эти два. Вы можете, в принципе, сначала к каждой стороне пришить ушки, а затем сшить слоника. Без разницы, как вам удобнее. И теперь, держа весь этот слоеный фигуру, я начинаю сшивать ушки. Все, первый слоник, в принципе, готов. Сейчас, чтобы слоники не отличались друг от друга, и вообще все детали выглядели одинаковыми, я прошью вокруг этого слоника, так же стежками, чтобы они были похожими. Вот так вот обшили слоника, и получилось то, что они теперь друг от друга ничем не отличаются. Не видно, что они сделаны из двух фетров разных по толщине. Я беру снова нитку с иголкой. Теперь мы будем пришивать ушки к новому слонику. Ушки пришиты. Последнее, что нам нужно сделать, это пришить нашим слоникам глазки. Для этого я беру нитку с иголкой и одну черную бисеринку. Надеваю ее на иголочку. Довожу до конца и продеваю сквозь иголочку еще раз. Теперь продеваем иголку в то место, где у нас должен быть глаз. Получаем глазик. Теперь на иголочку опять надеваем бисеринку, чтобы сделать глаз с другой стороны. Опускаем ее. Продеваем сквозь бисер иголочку еще раз. Затягиваем, чтобы бисер был на своем месте. Теперь я пропускаю иголку еще раз снизу весь вверх в бисеринку. Делаю узелочек. Все, бисеринка закреплена. Отрезаем нить. В итоге у нас получился слоник с глазками. Тоже самую операцию повторяем со вторым слоником. Оба слоника готовы. Теперь переходим к воздушным шарам. Здесь, в принципе, все то же самое. Сначала сшиваем между собой два тонких слоя фетра. Затем делаем такую же обшивку по контуру вокруг толстого слоя фетра. И затем нужно пришить с двух сторон посередине такие вот декоративные элементы. А снизу к каждому воздушному шару на ниточках повесить маленькую корзинку. Этим я сейчас и буду заниматься. Я закончила обшивать второй воздушный шар. Чтобы сделать на нем такую же сумочку снизу, как я сделала на этом воздушном шаре, я делаю следующее. Беру саму сумочку и пропускаю сквозь нее иголку. Хочу заметить, что сумочка сделана из толстого фетра. Я пропускаю ее через нитку и оставляю примерно на таком расстоянии. Теперь пропускаю иголку через другой край сумочки сквозь нее. Получается, что сумочка уже висит на нитке. И теперь пропускаю иглу сквозь край воздушного шара. В итоге получилось, что сумочка висит на двух ниточках. Вы там сами уже можете регулировать, насколько длинной может быть эта длина сумочки. Я так отрегулировала, чтобы примерно на двух воздушных шариках сумочки висели одинаково. И делаем несколько узелков, закрепляя нить и конструкцию. Вот два наших воздушных шара. Осталось только с обеих сторон пришить к ним декоративные элементы. Оба воздушных шарика готовы. Теперь мы переходим непосредственно к тому, что будем оформлять сам мобиль. Для этого я отмерю необходимую длину нитки, на которой будут висеть наши элементы. Я возьму длину, равной одной палочке. Беру мобиль и одеваю нить на одну сторону. На одну любую сторону. Тут же закрепляю нить узелком рядом с палочкой, чтобы зафиксировать нашу первую нить с декором. Получилось так. Я закрепила нить. И теперь на эту ниточку я нанизываю маленькую звезду. Просто продеваю сквозь нее иглу. Следом за звездой я нанизываю на иглу нашего слоника. Также посередине. Когда слоник и звездочка нанизаны, я закрепляю с помощью иголки нить на слонике. Просто делаю один узелочек. Делаем следующую подвесочку. Вновь сначала одеваем нитку на соседнюю палочку. Делаем узелок, чтобы зафиксировать нить. Сначала одеваем маленькую звезду. Следом за ней рядом со слоником одеваем воздушный шар. Повторяем ту же самую операцию еще два раза. Необходимо повесить еще раз слоника и еще раз воздушный шар. Когда все четыре подвески готовы, остается сделать последний шаг. Украсить все нашими оставшимися звездочками. Для этого я делаю узелок посередине нашего мобиля. Так, чтобы нить выходила из серединки. На нить я сначала одеваю маленькую звезду. Затем я пропускаю сквозь нить звезду побольше. И завершаю все это еще одной маленькой звездочкой. Проверяю, чтобы все получившиеся элементы были на одинаковом уровне друг с другом. Все получается красиво, поэтому я закрепляю нить узелком. В итоге получился вот такой мобиль. Из фетра с различными подвесками, которые украсит любую детскую комнату. Вы можете добавить на него любые детали, которые вам нравятся. Вы можете сюда добавлять также бусинки. И в принципе, по желанию, можно сами палочки покрасить белым акрилом. Попробуйте сделать что-то подобное для своего малыша. До свидания! Продолжение следует... Продолжение следует...